Здравствуйте, я Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Дорогие друзья, мой гость Киннон Бриджес говорил так. Ожидайте необычных знаков в этом году. И тут началось самое интересное. К женщине прилетел ворон и выпустил деньги из клюва в ладонь. Стоит отметить, что такое произошло с женщиной, у которой была постоянная нехватка средств. Ворон сверхъестественным образом обеспечил финансами сестру, и это подтвердили очевидцы друзья, что и говорить. С того самого момента у нее больше не было финансовой нехватки. А вы, телезрители, готовы к подобным чудесам? Об этом вы узнаете сегодня, в нашем выпуске. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеления? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Наверняка и у вас бывало такое. Есть одно словечко, которое постоянно приходит на память, и ты произносишь его. Это важное слово. Я имею в виду прорыв. Пожалуйста, расскажите, что такое прорыв? С библейской точки зрения и согласно тому, что вам открыл Господь Бог. Сид, если мы говорим о библейском прорыве, то это впечатляющее явление. Я верю, что прорыв — это проявление силы Господа Бога, происходящее в судьбе людей и преображающее их жизни навсегда. Киннон, вы не только преподаете Библию, но и сами являетесь очевидцем и свидетелем чудес. В начале своего служения вы отчаянно нуждались в этом самом прорыве. Так что же с вами случилось? Все было плохо. Я хотел оставить должность пастора. Враг досаждает порой. На меня свалились напасти. Я принял обиду в сердце. Служители нередко делают вид, что все хорошо, а сами выгорают. Я выбился из сил. Боже, что делать, ума не приложу. Однажды я вернулся домой после евангелизации. Мы с женой пришли в гостиную. Она посмотрела на меня. И в тот момент я не понял, что на ней пророческий дух. Жена спросила, что я вижу. Я вижу тебя. И повторила свой вопрос. Что ты видишь? Я не шучу. Что ты видишь? Вы знаете, мне это тоже знакомо. Я ответил, я не понимаю тебя. У меня был упадок духа. Она спросила, что ты видишь? Я ответил, не знаю. И тут начинается самое интересное. У меня открылись глаза, и я начал пророчествовать. Я вижу, как спасаются женщины и дети. Я вижу, как молодые каются. Я вижу, как обучают народы. Я вижу освобождение наркоманов. Благодаря Господу Богу, те мгновения стали минутами моего прорыва. Я получил откровение о Божьей воле для себя, и оно отличалось от моих условий. Тогда, когда я провозглашал, мое состояние и ситуации изменились. На меня сошло помазание прорыва, о котором мы еще поговорим. В воскресенье в нашей церкви состоялось самое большое служение за всю историю общины. Это собрание принесло определенные перемены. Многие ожидают перемен с небес, но небеса открыты для нас, чтобы изменить землю. Когда мысли изменяются, и Бог преображает, исполняя обещанное, Таким образом, мы становимся очевидцами Божьих дел. Мы исполняем Слово Божие здесь, на этой земле. Понимаете? Раз нашей темой сегодня является прорыв, расскажите об исцелении от церебрального паралича. Потрясающая история. Я вел собрание в Калифорнии. В зале церкви шла молитва против нечистых духов. Во время вечернего собрания подошла женщина с церебральным параличом. Кстати, бедная женщина, она не могла передвигаться нормально с самого рождения. Один из ее родственников привел ее в храм. Дорогие, важно отметить следующее. Если мы хотим увидеть чудеса, то необходимо ожидать их. Потому что ожидание становится причиной Божьих чудес и знамений. И вот что было дальше. Женщина входит в церковь, подходит к сцене, сын помогает дойти. Я спросил, чем я могу помочь? Хочу, чтобы Бог исцелил меня. Я увидел ее веру. Я понял, что такое видеть веру. Достаточно посмотреть человеку в лицо. Во время молитвы я сказал, сестра, вот обетование. Вы можете делать все через Христа, укрепляющего вас. Вы все можете в укрепляющем вас Христе. Признаюсь, я не понял, что в тот день я высвободил помазание, бывшее в ней. А в нас живет Иисус Христос. Когда нам нужен прорыв, то Он есть в нас. Просто позвольте Богу действовать для вас. Это очень важно. Каждый раз, когда я цитировал стих, «Вы все можете делать через укрепляющего вас Христа». Исцеляемая делала шаг. И так она делала шаг за шагом, и потом еще шаг. В конечном счете, она уже побежала по залу. Это подняло веру у всех прихожан. Слава Божия наполнила это здание. То место, в котором мы находились. Исцеление стало началом чудес того вечера. Кинан, пожалуйста, расскажите об удивительном виде прошения в молитве. Да? Что вы имеете в виду? Смотрите, это похоже на спрос и предложение. Царство Небес — это не только место, но и система. В Царстве Бога есть принципы. Просите, и дано вам будет. То есть, когда я прошу у Бога что-либо, таким образом я предъявляю спрос. Например, однажды, молясь, мне было видение. Передо мной появились двустворчатые двери из золота. И вот что было дальше. Я увидел двери и увидел гигантское хранилище, которому не было конца и края. Там были камни, золото и другие драгоценные металлы. Примечательно то, что богатство дворца охраняли четыре ангела. Когда видение окончилось, ко мне обратился Господь. Ты видел сокровищницу небес с неисчерпаемыми запасами. На небе нет ограничений, и в раю нет никаких пределов. Это было открыто, да, когда Бог был рядом с вами? Да, на небе нет ограничений. Единственное ограничение — это размеры нашей просьбы. Хочу обратиться к некоторым телезрителям. Попросите у Бога то, в чем вы нуждаетесь. Не ожидайте Господа. Господь, Бог, ожидает вас. Он уже сделал доступным спасение, преображение жизни, исцеление и чудеса. Это ваше. Подойдите Господу Богу и просто возьмите. Драгоценный брат Киннон, вы знаете, многие люди молятся, колеблись. «Господи Божий, я ожидаю Тебя, я жду Тебя». Перестаньте молиться с сомнением. Начните просить Творца. Уверен? О, да. Расскажите. Против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Христианство — это незрелищный вид спорта. Мы с вами не увидим чудеса, бездействуя на трибунах. Проси Его благословения. Итак, общайся с Господом Богом. Например, ты знаешь, что 5 миллиардов долларов лежат в запертой кладовке, куда ты и забыл, когда последний раз заглядывал. Ты же не будешь стоять и молиться. «Господи, прошу Тебя, ради всего святого, открой эту дверь». Я бы просто вышиб ее ногой или рукой, а вы бы вышибли ту дверь. Поскольку то, что за дверью, намного ценнее самой двери кладовки. То, что Господь Бог приготовил по ту сторону ваших условий, отличается от земных ограничений. Поэтому Церковь, я говорю вам, настало время прорваться и увидеть проявление того, что Господь хочет дать. А вот что я заметил. Я прожил многое и вижу, что ваши слова согласуются со Священным Писанием. Я готов выломать дверь. В Библии мы читаем о чудесах и знамениях. Иисус направляет к Петру рыбу с деньгами во рту. В наше время чудеса и дивные знаки тоже происходят. Расскажите, как Ворон дал деньги женщине, и о том, как наша сестра сверхъестественным образом больше никогда не нуждала в средствах. Он сделает это, но после небольшой паузы. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Дорогая аудитория, не знаю, как вы, а Сидрот ожидает чудес и знамений. Просто потрясающе. Киннон, расскажите о крылатом даятеле. Друзья, такого и не придумаешь. Одна драгоценная сестра из нашего служения испытывала проблемы с деньгами. Она ехала в супермаркет и потратила почти все деньги. Сестре осталось докупить часть вещей в очередном магазине. Тут у нас начинается самое интересное. Остановившись у парковки, служительница увидела спускающегося ворона. Когда птица села на территории стоянки, они увидели предмет в ее клюве. Сестры подошли к ворону, но птица не улетела. Это была смелая птичка. Пернатая прыгала к ним. Птица и люди постепенно приближались друг к другу. Сестры увидели деньги в птичьем клюве. Когда они подошли еще ближе, Божие творение бросило деньги и улетело. Сестра подняла 50 долларов. Именно столько она потратила в магазине. Пожалуйста, обратите внимание, что это были новенькие хрустящие банкноты, только что выпущенные. У птички были новые хрустящие купюры. Чудо меняет жизнь. Поэтому, братья и сестры, заметьте, это были свежие деньги. Да, совершенно новенькие. Так вот, заметьте, обстоятельства меняются за один миг. Чудеса Господа Бога происходят мгновенно. Так как же увидеть больше его чудес? Вы, наверное, спросите у меня. Да, брат Киннон, расскажите. Как и что такое помазание прорыва? Михей говорит о стенорушителе. Важная подробность. На иврите слово «парад» означает «делать пролом». Это слово есть в книге Бытие, когда речь идет о фаресе. А вот одна важная истина. Помазание прорыва излита на землю для того, чтобы сломать ненужные барьеры, сломать финансовые ограничения и разрешить семейные трудности, разрушить стены в наших отношениях. Люди спрашивают, «Почему я не получил чудо?» Потому что есть сопротивляющийся дух не от Бога, который и мешает произойти чудо. Как же чудесна благая весть, которая состоит в том, что помазание, прежде излитое на верующих, побеждает стесненные условия. Я верю, в этом сезоне мы увидим массу прорывов. Брат Киннон, пожалуйста, приведите один пример о помазании прорыва из вашего личного опыта. Таковых было много. Я проходил тяжелейшие испытания в служении. Признаюсь, это похоже на шаги по темному тоннелю. Я не чувствовал и не слышал Господа Иисуса, а еще мне хотелось уединиться на весь день. Однажды Господь пришел ко мне и произнес, «Киннон, сколько ты будешь мириться с этим?» Бог продолжал говорить и сказал, «Я дал тебе власть, я дал тебе полномочия, а я в ответ, «Господи, я хочу измениться, пусть что-то произойдет». Внезапно я пережил сверхъестественный прорыв. С моих плеч словно упало бремя. Ко мне пришло освобождение. Жизнь изменилась навсегда. Такое было не раз. И я славлю за это Господа». Драгоценные телезрители, когда мы вернемся, Киннон Бриджус расскажет о победе, модленью и бездействием, препятствующем молиться и мечтать. Будьте с нами. Киннон расскажет, как разорвать оковы рабства раз и навсегда. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Браткинан, вы упоминали об участии ангелов прорыва. Да. Расскажите. На Земле есть ангелы. Ангела, приходящего ко мне, когда я проповедую, зовут ангел прорыва. У ангела прорыва есть особенное задание. Арестовывать дух, препятствующий верующим, получать ответы. К примеру, однажды я проповедовал в одном из городов Великобритании и произнес. Наступило время принятия. Примите от Бога. Охваченное пророческим духом, мы приняли обеспечение от отца. Атмосфера сменилась. Люди исцелились. Самое главное произошло потом. А вот что было дальше. Гость и служение позвонила дочь. Приблизительно за год до этого англичанка потеряла пару сережек. К сожалению, та женщина так и не нашла свои утраченные драгоценности. Все закончилось следующим образом. Представьте, во время собрания ее дочь поднималась по ступеням и нашла идеально сохранившуюся пропажу. Я повернулся, и гостья обратилась ко мне. Она сказала так. Кинан, я верю, что ангел освободил эти серьги. Я верю в это всем сердцем. Невероятно. Люди год поднимались по тем ступеням. Такое творят ангелы. Духовное естество. Вот что сказал мне Господь Иисус Христос. Нужно строить партнерские отношения с духовным миром. Каким образом? В 102-м псалме сказано, что ангелы внимают Божьему голосу. Таким образом они выполняют задания только по указанию Господнего Слова. Как сотрудничать с небом, дорогие христиане? Необходимо следить, чтобы слова здесь, на земле, соответствовали нашему исповеданию в духовный мир. Брат Сид, я столько раз видел, как люди исцелялись, получали освобождение, входя в реальность Духа и исповедуя Слово Господа Бога с верой. Цитируйте Слово Божие. Слово записано на небе. Когда мы исповедуем его, небо сходит на землю. Небеса спускаются. Брат Киннон, пожалуйста, помолитесь за телезрителей и разрушьте над ними дух промедления. Телезритель, ваш ответ еще не пришел, и вы унываете. Во-первых, задержка Божьих благословений сопровождается отвлечением, во-вторых, давлением и, в-третьих, разочарованием. Здесь и сейчас, силой крови Иешуа, мы берем власть над Духом, мешающим вам получить ответ от Бога. Молясь с супругой, мы увидели сеть, паучью паутин, которые прилипали наше благословение. Мы сказали, «Разрушаем тебя во имя Иешуа. Провозглашаю над вашей жизнью в силе Святого Духа». Все, что задерживалось и удерживалось, и остановилось на месте, все, что было арестовано врагом, возвращается прямо сейчас к вам во имя Господа Иисуса. Пожалуйста, примите восстановление всего, что пожрала саранча и съели червяки. Настал сезон восстановления и примирения. Пусть же сила крови Иисуса ускорит приход обещаний Бога. Согласно Исаии 43 главе 19 стиху «У вас есть мдоля». А вот я делаю новое. Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Сейчас во имя Иисуса. Брат Киннон, я знаю, что вы являетесь пророком и видели то, что началось в этом году. «Это прекрасно и чудесно. Расскажите нам об этом». Брат Сит, в начале нынешнего года наблюдалось активное служение ангелов. Также в этом году наблюдалось увеличение пророческого помазания. Пророческое провозглашение обеспечило прорыв. Об этом сказано в 9 и 10 главах книги Даниила. Слуга молился, а ангелы совершали волю Бога. А еще мы увидим чудеса и знамения от Господа. Но не пасторы будут совершать их. Клир тут ни при чем. Чудеса придут через прихожан, в чьих сердцах отважная вера в обещания Творца. Они получат ответы. Церковь, нас будут сопровождать, чудеса и знамения, как никогда прежде. Слава последнего дождя приходит на землю, посему слава нынешнего дома превзойдет славу прежнего. Наши церкви будут расти. Не надо умолять. Приди в церковь. Придется строить большее здание, ибо старые не вместят всех. Святые и праведные. Я вижу, как христиане покидают свои церкви и заполняют футбольные поля и стадионы. Божий народ, мы увидим чудотворения, мгновенные чудеса и спасение многих людей. Общество изменится кардинально, и это произойдет скоро. А каким образом пробуждение изменит наше общество? Непогрешимая Библия говорит, что дети нашего Господа Бога увидят чудеса и знамения. Если жить силой царя, то 16 глава от Марка исполнится на наших глазах. Апостолы возвещали царство, и Бог содействовал им, подтверждая слово чудесами и знаками. Я верю, деяния апостолов продолжаются в наше время. Мы увидим миллионы спасенных душ, победу над зависимостями и над грехом. Мы увидим, как люди входят в царство, а имя Иешуа станет выше всех имен. Вы поделились еще одним откровением, так пусть же оно исполнится сейчас. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В прошлом феврале на меня напали, у меня было сотрясение мозга, и я ощущал усталость. Сид помолился за высвобождение ангелов исцеления, и моя шея была исцелена. Сейчас мне 19, но я была спасена в 16, и ваша программа направляла и помогала мне расти в слове и сверхъестественном. Свидетельства, которые я слышала, вселяли в меня огромную веру и желание жить в святости и праведности. Если бы не это сверхъестественно, не думаю, что я была бы сейчас там, где я есть. Мне 17 лет, и я хочу сказать, что это служение изменило всю мою жизнь. Я спасен уже 4 месяца, и вся моя жизнь изменилась. Это потрясающе. Это лучшее, что со мной происходило. Это служение подняло мою веру на новый уровень. Дэниел. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Я очень хотела подружиться с Духом Святым. Иногда я чувствую Его руку на моей спине как дружеское утешение. Иногда Он просто мирно стоит рядом. А иногда Он очень напорист. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, — это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение, есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами».